Привет, это Ребуар. На одном из них последний стримов мой подписчик из Ад через Донатик, за что ему огромное спасибо. Присо мной посмотреть ролик, который называется «Фейки ютуберов». Давайте его глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Во всех соцсетях есть просто огромное количество популярных личностей и блогеров. И в связи с популярностью появляются также люди, которые регистрируют свои аккаунты на имя этой популярной личности. Ну да, фейков очень много. Видимо, набрать немного подписчиков на популярном имени. Но поверьте, это еще самый безобидный вид фейков, так как в интернете есть и другие виды. Которые пытаются тебя развести каким-то образом. Которые могут полностью играя роль, выдавать себя за личность ютуберей. Ну, такое бывает, согласен. В худшем случае даже обманывать людей на деньги. В этом видео я расскажу вам о фейках популярных ютуберов. И о том, как отличать их от оригинала. Тема эта серьезнее. Может быть, как оригинал отличить от фейков, так это поинтереснее звучит. Чем вам кажется. Поэтому советую со всем этим, что я скажу дальше, ознакомиться на будущее. Чтобы не совершать ошибок и ни на что не вестись. В общем, приятного просмотра. Спасибо. Все пороки и недочеты школьного образования, а также советы в обучении в стиле... Я так понимаю, это рекламка? Ну да. Давайте немножко мотнем. ...имен... Итак, давайте для начала возьмем один из самых масштабных примеров. А именно поговорим о фейке ютубера Лолутрек. Неважно, знаете ли вы этого ютубера. Знаем. Мы несколько роликов даже смотрели его. ...или нет. Важно все-таки другое. Давайте кратко объясню. Лолутрек это ютубер по Майнкрафту, который пропал с интернета более года назад. И у него... А сейчас уже иметь выпускает или нет? Напишите в комментариях, сколько лет Мурлюк, кстати. А, 7 месяцев всего. Значит, наверное, не выпускает. Сколько дает описание его ютуб-канала, есть только две соцсети. А именно ютуб и ВК. И что там, что там, он уже год не проявляет активности. То есть он официально пропал с интернета. И вот, делаю я видео про эту пропажу Лолутрека. И после публикации я вижу просто тонну комментариев про то, что у Лолутрек оказывается есть ТикТок. Ну и вот, нахожу я какой-то аккаунт по... Нифига себе, 536 миллионов, ой, тысяч подписчиков неплохо. На котором насчитывалось полмиллиона подписчиков. На котором не так давно проявлялась активность. И казалось бы, что вот Лолутрек вернулся. Ну нифига подобного. Сейчас объясню почему. В этом ТикТок аккаунте вначале публиковались какие-то глупые приколы в Майнкрафте за скинов Лолутрека. Ну при этом, без голоса автора. Кто мог так плохо выложить крышу? Кажется, вы, мистер Бык. Прекрасная работа, сделана на веках. Гениально, я. Ну а также там был другой контент, но я не могу сейчас его показать, так как этого ТикТок аккаунта нет в ТикТоке на данный момент. Видимо его спалили, уже его нарежил удалить. А почему? Почему его за что-то заблокировали? Ну все же. Очень странно, было бы полмиллиона подписчиков, и его заблокировали. Несмотря на это, я знаю, что на этом ТикТок аккаунте была ссылка на якобы... Телеграм-канал этого Лолутрека. Если что, я буду замазывать все ссылки, никнеймы, чтобы не делать бесплатный пиар. Ну и правильно делаешь, мне кажется. Короче, если вкратце рассказать про данный Телеграм-канал, то там в начале это Тип от лица Лолутрека писал, что он выложит новое видео на Ютуб, когда в этом Телеграм-канале... При написании сценария я в этом моменте ошибся, прочитайте этот пост сами. А... Ну и почему не смотришь? Я могу сказать, что процесс идет, чтобы все более-менее стало понятно для вас. Вероятно, ролик будет не на старом канале. Когда набирается в Телеграм-канал 10к подписчиков, будет больше информации впредь. Не беспокоить, повыше перечислим вопрос. Я рассчитываю на ваше понимание. Спасибо. Что-то как-то странно написал. В канале наберется 10 тысяч подписчиков. Потом в следующих постах идет речь о том, что оказывается, он не может войти на свой официальный Ютуб-канал, так как его ягубы заблокировали только для него. То есть мы ягубы... Ага, 10 раз, блядь, такой приколист. Но ясно, ясно фишу, что это на юг. Как бы видим канал, но он зайти на него не может. Боже, это вообще такой тупой бред. Чтобы вы понимали, если Ютуб-канал банят, то наоборот, канал должен пропасть у всех. А у вас Гугл-почта останется в любом случае. Вот с какого это фига, если тебе банят Ютуб-канал, то у тебя отберут целый Гугл-почт. Приколист, блин. Что, ну при этом сам Ютуб-канал останется целым. Гугл-почта, вообще-то, это не только Ютуб-канал, поэтому вот это... Я не могу зайти на почту, потому что мне заблокировали канал, но вы его видите. Это странно, да? Как это работает, блядь, чувак? Ты что, ты сам себя противоречишь? Да, правда, не максимально тупое. Но все же, позже он написал в телевизор... Всем большой привет, сообщаю вам с вами важную новость, которую я могу сообщить. Как многие знают, у меня были проблемы с каналом. Вкратце могу сказать, что я не имел от него доступа, но теперь все стало отлично. Мои усилия не пошли даром, теперь вы можете ожидать новый контент в скором времени на нем. Окей. Окей. Как будто бы это нельзя добавить, блядь, на этом, как он на фотошопе. А если вы не знаете, эти кнопки могут быть только у владельца канала. И вот вы серьезно поверили в это? Вы реально думаете, что этот скрин правдивый и что он реально вернул доступ к каналу? Знаете, я вот тоже благодаря фотошопу или другому фоторедактору могу стать владельцем канала Мистера Биста, например. Или Влада А4. Поэтому это тоже не рабочий аргумент. Ну и даже если вдруг это не фотошоп, и реально это настоящий лолтрек вернул доступ к каналу, А почему же он тогда не публикует туда какой-то пост сообществе, например? Он же типа вернул к нему доступ, в чем проблема? Ну вот и я о том же, ну камон. Ну короче, дураку уже, понятно, что ничего он там не публикует. Так как у этого фейка нет и не может быть доступа к оригинальному каналу лолтрека. А опубликовать... Мог бы просто сказать, типа, я не вернусь, отстаньте, все, типа, буду выпускать только в тиктоке. А он данный пост и скрин чисто ради того, чтобы было меньше подозрений у людей, которые считали его фейком. Но это еще не все. В более ранних телеграм-постах он говорил, что у него есть новый ютуб-канал, на который он выпустит видео. Поэтому подписывайтесь туда, да? Ура, хотя бы с этим он не обманул. И на том новом канале действительно выходит видео с голосом. По одну минуту, по одной минуте... Из первых же секунд можно с уверенностью сказать, что это нифига не настоящий лолтрек, а фейк, который очень хорошо играет свою роль. А дело все в самом голосе. Вот вам вырезка видоса настоящего лолотрека год назад и видоса этого чела. Привет, я лолотрек, и это девятая серия моего ласплея под названием «Между мирами». Тем привет, с вами лолотрек. Сейчас я готовлю для вас... Да голос прям же слышно, то что не такое же. Новое видео по одной из ваших любимых рубрик. И вот те, кто сейчас скажет, что голос лолотрека мог поменяться и поломаться за этот голос... Да он вообще по-другому звучит. Вот знаете, ну невозможно такое. У настоящего лолотрека годовой давности голос ломался полностью, или почти полностью. Но у этого нового лолтрека совсем другой тембр голоса, или как это называется... Ну да, совсем по-другому звучит. Не помню. Ну короче, у этого фейка совсем другие нотки голоса, что уже полностью доказывает тот, что это совсем другой человек, а не настоящий лолтрек. И я не понимаю, как этого люди не замечают. Вот серьезно, судя по комментариям под его видосом, и тем более под моим видосом про пропажу лолтрека, Многие на полом серьезе этому челу верят, даже слыша его голос. Очень странно, на самом деле. И странно то, что лолтрек не пытается каким-то образом опровергнуть все это. Купность этих фактов по типу голоса. Типа, зачем ему надо, чтобы все люди считали, что другой человек выдает себя за него. Голосы и вот этого тупого оправдания о том, как он не мог сойти в почту. Можно с уверенностью сказать, что это долбанный актер, который набирает аудиторию на имени лолтрека. А верят ему неопытные люди из-за того, что он играет свою роль очень хорошо. И видосы на этом фейковом ютуб канале, он делал такой же стилистикой, как и настоящий лолтрек. Также я еще могу спонить про один тупый. Мог бы вообще сам типа начать делать просто ролики под своим ником, и я думаю набрались бы у него эти подписчики. Фейков, которые являются самым худшим. И именно это настоящие мошенники. Вот, например, возьмем уже удаленный канал Орловец Гена, который является фейком Геннадия Горина. И вот как все было. В то время настоящий Геннадий Горин удалил свой канал. Вроде как, чтобы привлечь внимание людей из-за того, что у него просмотры маленькие были. Но это не с... Да, да, был, по-моему, такой. Путь важна то, что после удаления канала в скором времени появляется другой канал Орловец Гена. И там публиковались перезаливы видосов настоящего Геннадия Горина. И в то время на этого фейка появилось сочнее... Капец, блядь, 22 тысяча. ...чемного людей, и на его канал подписалось более 100 тысяч подписчиков. И фейк не терял возможности и решил обманывать людей на деньги от имени Геннадия Горина. То есть он публикует видео под названием «Моя мама умирает». Но ничего подобного не было. Это была удачная вырезка из старого видео настоящего Геннадия Горина. И главное, этот фейк... Ужасно, на самом деле, вот на таком деньги у людей выманивать, это пиздец. Но имеется в виду мошенники, это отвратительно. Кинул ссылку в описании на то, чтобы ему донатили. Вот просто какой нужно быть гнидой, чтобы собирать деньги на имени другого человека, так еще и вот таким способом давление на жалость. Под предлогом фейковой смерти мамы. Это вообще отвратительно, блин. Это просто конченые люди какие-то, которые так поступают. Даже сам Геннадий Горин записал видеообращение о том, что это не его канал. Помогите мне, заблокирув канал Орловец Гена, это фейк-канал. Но, к счастью, данный канал Орловец Гена забанили. И забанили его, скорее всего, за мошенничество. Ну и правильно сделали. Хоть этот канал и забанили, но на ютюбе есть еще один Геннадий Горин, у которого всего около 8 тысяч подписчиков. И на этом канале есть всего одно видео, в котором был удачно вырезан и показан какой-то фрагмент из старого... Опять же, зачем нафиг бузак вот дело, типа, не понимаю людей. Идё у Геннадий Горина, где он с жалостью говорил, что у него сломался нутбук. У меня вообще денег нету. У меня сумасся нутбук. Как я путаю жизнь без нутбука? Ну, мошенник подстроил все так, чтобы этим видео можно было манипулировать людьми на донаты. Так как в описании была ссылка на Donation Alerts. Но прикол-то в том, что как его этот ютюб-канал, так и эта страница в Donation Alerts являются неоригинальными. Не, ну да... Люди могли бы проверить их на самом деле все. Даже если представишь, что этим каналом владеет настоящий Геннадий Горин. Да какой смысл ему создавать абсолютно пустой канал? Ага, типа на 8 тысяч подписчиков вред какой-то, согласен. Это того, чтобы заливать это видео на основной. Поймите, это просто наглый мошенник, которым мы, к сожалению... Да и так понятно. Ну, люди на самом деле частенько очень наивны и не проверяют информацию. Его жалели, говорили, как у него ужасно сложилась судьба и так далее. Но писали они это долбанному мошеннику, который на чужом имени собирал кучу денег, которые... А такие люди вообще убылицы. Вообще не понятно, куда пойду. Хотя сейчас... Да как это непонятно? Понятно, ему на счет. Хорошо. То есть мошенник сейчас уже ничего не получает. В общем, если вы найдете какой-то сторонний канал под именем известной личности, то вот вам урок. Как понять, фейк это или нет. Первое, смотрите, конечно же, на качество контента и сравнивайте его с последним контентом на оригинальном канале. Если его качество и другие детали отличаются от оригинала, то это фейк. И если этот фейк проявляет себя в ТикТоке, как в случае с фейком Лутрека, то никогда не обращайте внимания на число подписчиков ТикТок аккаунта. Поверьте, в ТикТоке любой человек, независимо от того, фейк он... Не знаю, у меня не особо получилось там подписчиков собрать Или нет, может набрать огромное число подписчиков Зависит тут все только от того, как он умеет правильно продвигаться Второе, если он проявляет активность только на платформах и каналах На которые нет ссылки на оригинальном ютуб канале То есть нет, не подадим его видосом в описании А также нет во вкладке ссылки в описании Ну это уже 100% фейк Ютуб канала, то это тоже фейк Например, если тот же лоутрек появляется в телеграм-канале каком-то Но у настоящего лоутрека никогда его не было И он никогда не упоминал на официальном ютуб канале, что он создавал свой телеграм-канал То можно даже не сомневаться в фейковости этого телеграм-канала Согласен Тем более, если владелец этого телеграм-канала всячески отмазывается от того, чтобы обув... Ой-ой-ой, простите, я не могу, бля, у тебя доступа нету Поверю же, да Что-то на официальных источниках И говорит, что он забыл пароль от официального канала И что он не может войти в почту и другой тому подобный Даже если бы пароль забыл, его можно обостановить Бля, то не сомневайтесь, что это фейк Не, ну вы просто поймите, каким нужно быть бараном, чтобы забыть пароль каналу, который имеет миллионы подписчиков Да по-любому настоящие авторы таких каналов пароли хранят очень бережно И помнят они их наизусть Потому что для них потерять такой канал, это то самое, что потерять все с драгоценностями А если же чел будет говорить, что канал взломали и поменяли пароль, то это тоже полнейший бред Ну не факт, например, вон того же самого Кинг Демона, сколько помню взламывали Если бы канал реально взломали, то в большинстве случаев его тупо бы сдали в аренду или продали И он точно не выглядел бы по-прежнему Потому что взломщикам нет смысла взламывать каналы просто так Это да, согласен Поэтому если чел говорит, что его взломали, но на канале ничего не удалилось и не поменялось То знайте, что это 100% фейк Если на этом канале публикуются перезаливы старых видео с оригинального канала То сразу же не сомневайтесь, что это фейк Ну это вообще, мне кажется, не особо работает Потому что может быть человек, у которого был канал большой Он потерял, например, ему доступ Такое, в принципе, возможно быть И он решил сделать канал заново и просто начинает перезаливать ролики, пока у него нет новых Это же нормальная, по-моему, практика Такое же, по-моему, было где-то Так как настоящий ютубер в таком случае сразу бы начал делать новый контент Не факт Ну, потому что он начинает делать новый контент Он пока что, чтобы набрать подписчиков, он заливает старый На копей, например, если у него есть Ну и четвертое, как в случае с Геннадием Гориным Если кто-то просит денег от лица этой известной личности И главное, если делает он это не на оригинальном канале, а на каком-то стороннем, где нет оригинального контента А то есть, если там есть перезаливы или вообще нет Это однозначно фейк Только в таком случае, если вы встретите именно такого мошенника То заходите на его канал, выбирайте пункт в спаме мошенничества И далее отмечайте те видеоролики, где присутствует такое мошенничество Ссылка и в описании на донаты и тому подобное Потому что от мошенников нужно избавляться в первую очередь Так, надеюсь, этих наглых фейков разных ютуберов станет меньше Я бы не делал Меньше, конечно, нифига не станет Этот видос, если бы люди реально не вели на этих фейков Не разглашали у меня в комментариях дезинформацию Вот поймите истину, что абсолютно любой человек может сделать Телеграм-канал, ютуб-канал или тикток-аккаунт с именем популярного ютубера И любой человек может выдумать какую-то отмазку и сказать, что у него Правда, хреновые отмазки выдумывают, да, я чаще всего люди Нету пароля для оригинального ютуб-канала Тут просто уже зависит от того, как этот фейк играет роль настоящего ютубера Так как вот этот фейк Лолутрека в своих видео играл эту роль очень хорошо И выдавал его только другой голос Но так он снимал прям в том же стиле, что и настоящий пропавший Лолутрек Кстати, напоминаю, что у меня есть видео, где я рассказывал, куда пропал этот самый оригинальный Лолутрек Вот это самое видео, кликайте по экрану на него Также вот еще все мои видеоролики, их там более 100 штук на разные темы Поэтому у вас вполне огромный выбор, чего бы посмотреть Ну и чтобы не потерять мой канал, всем пока Интересный ролик получился, спасибо большое, дал мне Первый раз я его смотрю, ну, в принципе, неплохо Про фейки, естественно, мы все прекрасно знаем Их уже давно-давно делают, блять, сколько интернет существует Мне кажется, столько и фейков, фейки существуют на днем Вот, лайк уже поставил, спасибо большое вам, подписчику, за просьбу Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий И не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр, пока